здесь девятнадцатом веке начали добывать тальк я даже немножко пугустал есть у меня еще одна легенда уральская невеста мы берем оливковый он отлично подходит для сэндвичи брускет прелестно божественно это уз урала привет я максим витарган я сегодня на урале я здесь для того чтобы разобраться как есть и жить в кайф в этом мне поможет вася вавилов опытный проводник и travel блогер сегодня мы отправимся на тальков камень вася обещал мне место волшебное и еду сказочную макс ты сказки в детстве любил знаешь не помню честно говоря но может слахал хозяйка медной горы малахитовая шкатулка серебряная копытка бажов он самый дело в том что бажов он для уральцев как что-то вроде пушкина он наше все прежде всего пропитана духом его сказав дело в том что он жил и в сесерте и в путешествовал по уралу помотала его по краю до собирал истории разные от людей да прикольно я никогда не думал что побываю так вот в краю детских сказок своих мы сейчас идем к озеру под названием тальков камень она не природного происхождения дело в том что здесь девятнадцатом веке разработали карьер где добывали собственно тальк какая красота да фишка в том что технологии не стояли на месте и тальк стал не востребован поэтому добычу здесь и свернули вот и остался вот такой карьер а вода устремилась в шахты но обычно это грунтовые воды ну или кто-то что-то там может быть сломал холодный должен быть совсем да да и затопила общем она весь этот карьер теперь здесь действительно холодная вода ну рыбы здесь вообще нет ну понятно есть только водомерки да всякие насекомые вижу достаточно далеко до города видишь здесь даже проводили тайные собрания просто интересно чем они питались есть различные блюда которые уральцы могут брать с собой для перекуса и я думаю сейчас мы что-нибудь такое соорудим себя я даже немножко подустал все даже давай бросим и ритуальный да мы дошли давай сегодня приготовим картовницу картовница ну то есть я догадываюсь что это что-то из картошки но не просто картошки туда мы еще добавим яйцо вася что у нас будет еще кроме картовницы у нас будет уральский оливье уральский чем отличается от обычного в нем вместо колбасы говядина он идет конечно же с майонезом ежика это вкус урала и вообще люди когда уезжают с урала куда-то они просят своих родных близких знакомых друзей посылать передавать им майонез потому что не отпускает ну конечно даже я сейчас возвращаясь в фильм везу с собой кучу майонеза абсолютно реально друзья знакомые туралы собственно которые живут в москве сейчас надо им захватить можно чмяк как будто и вот так вот так смотри все салат готов я должен признаться в одной слабости оливье это пожалуй самое любимое мое блюдо я в принципе могу прожить с кастрюли оливье дома в запертом пространстве мне больше в общем ничего не нужен очень это прям хороший настоящий там еще огурчики малосольные что еще будем готовить мы сейчас будем готовить брускетту так ну что давай будем жарить нашу брускетту в нашу рабочую брускетту ну а пока жарится есть у меня еще одна легенда в начале прошлого века была страшная история сторож местный карьерский увидел как оттуда выходит белая женщина да ладно ночью чем это вызвано правда не понятно может грехами может еще чем уральская невеста невеста из тайка смотри мы берем оливковый оливковый ежика он отлично подходит для сэндвичи брускет ну наш легкий такой намазываем его мне мне да да пожалуйста так курочка огурчик вуаля готова ну что пробуем и остается только выбрать соус вот мой кстати кетчуп саджики прелестно божественно да да скажи вещь после такой вкусности и не только белую женщину увидишь выходящую из шахты